всем привет это очередной выпуск передачи manwell knows и сегодня у нас гость которого все знаете любите уважаете цените ходите на его бои и громко-громко аплодируйте это артур горлов раз артур последний раз ты у меня был четыре года назад когда ты еще выступал по кикбоксингу занимался в клубе кишенко team и с тех пор много воды утекло я перестал бить ногами ты перестал бить ногами но знаешь я когда смотрю твои бои мне иногда кажется что ты хочешь ждать с ноги кому с колена особенно нет такого уже не хотя но они провоцируют в последнем бою не было желать они провоцируют меня на это нет нет коленом не хочу ударить хочу просто его ударить уже и после команды стоп когда они там некие провокации с их стороны вот в последнем бою у тебя было что аргентинский боксер как-то максимально неадекватно себя вел но при этом его угол все время жаловался рефери они кричали арбитро арбитро он 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 некорректно себя вел да и он но он очень хитрый оказался он мы не ожидали что он будет такой хитрый но чуть опытный и он во время боя меня постоянно провоцировал различными моментами он всегда разговаривал со мной на испанском он знал что я знаю испанский и после какой-то моей удачной атаки там где ему пробиваю по животу я вижу что ему больно и он мне на испанскую слушай хорошо красава можно сильнее да и ты такой ну я вроде бы понимаешь что ему больно но но психологически это тоже такой момент я ударил я зашел я ударил сильно но он тебе это нормально ну давай жестче работаем то есть такой ну психологический момент это это очень хитро есть были конечно не хитрые вещи такие такие тупые максимально не знаю зачем он это сделал зачем он поцеловал меня после чего я его сразу наказал получил потом он за что хотя он должен был понимать за что такие в тот момент я сидел у ринга и я думал что лишь бы ты не завелся но именно не потерял над собой контроль потому что ну мы не испанцы скажем так мы не аргентинцы да у нас это чуть-чуть такое значение имеет немножко более сугубо личное да 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 я боялся твоей реакции думаю блин не теряй контроль на своем и ты в моменте в каком-то ему втащил после команды что-то да да это вот в этом моменте и было да я повинулся и сразу же ударил его и в этот момент я подумал ты человек человечище на нитке был вот на нитке было ну чтобы вот прямо взорваться но сумел проконтролировать себя и за это конечно благодарен себе себе потому что ну да ну потому что была бы беда мне бы делать дисквал и все на этом вся подготовка весь бой и все коту под хвост ну а так как сам бой прошел тяжелый для тебя был был такой ну неприятный да неприятные моменты были понятное дело что нам всем хотелось чтобы я его закончил досрочно это и по отношению ко мне это и по отношению к милану милан все хотели чтобы милан закончил зила допустим тоже досрочно но это бокс и это спорт и тут бывает по-разному он же тоже не стоит и не ждет что ты ударил правильно он уходит ныряет а мой уходил и нырял вообще очень много головой туда-сюда он тебя даже посек да да посек я не мог вообще вот поймать где и когда он уходит он не повторялся если потом пересмотреть видео он не повторялся и то есть мне было тяжело поймать его он уходил всегда в разную сторону то есть у кого-то есть какая-то определенная привычка я всегда ухожу вправо допустим да я это делаю постоянно а он нет он один раз вправо другого раз лево другого раз вправо влево но такие моменты было сложно его поймать ну да он такой нестандартный еще все время то что улыбался эмоционировал знаешь но реально плюс к этому ко всему он очень опытный он боксировал с очень многими он боксировал с аколи на то есть это очень серьезный парень мы весим в первой тройке находится и еще с многими и проиграл кого-то по срочке сейчас я поднялся сейчас я был 83 83 уже в зону я в сотку уже давно вхожу но я там вот болтался там что-то 98 там 100 93 он же постоянно на работает то вперед то вниз и сейчас я закрепился на 83 . а кто следующий уже думали смотрели ну какие-то планы может есть у команды нет особо но это скорее всего 90 процентов я поеду за границу ну я хочу и команда хочет и мне если честно больше нравится но у меня вся карьера построена за границей я здесь очень мало боев провел поэтому но за границей себя лучше чувствую я там как рыба в воде здесь не скажу что я там стрессу или поддавливает публика ну такое мне в нем а не больше нравится когда все против меня нежели когда все за меня на такой момент для меня какая-то привычка или что не знаю на скорее привычка считает и сколько в испании был ну да по за границам в кикбоксинге я провел 29 боев и всего 7 дома то есть представь какое количество я я провел за границей поэтому конечно а кто себе тебя сейчас тренирует игр месмор да вообще дмитрий серёгин и игорь месмор и дмитрий серёгин это физподготовка это объект да это объект и игорь месмор это физподготовка и бокс у тебя просто много тренера вообще в карьере было да да и можешь составить топ 3 профессиональной карьере мы не берем любительскую карьеру профессиональной по нагрузкам вот то что ты такой после тренировки хочешь я понимаю как тренер что не обязательно многие же думают чем больше устаешь тем лучше тренировка это неправда да ну вот просто ставь топ 3 вот когда ты с тренировки выходишь просто убитым тяжелым убитым тяжелым он такой это у меня видишь чуть разные спорты у меня три вида спорта было это был панкреционом а это был кикбоксинг это бокс и везде по-своему сложно это артур кишенко это обязательно игорь месмор мой настоящий тренер топ-3 не скажу нет топ-2 могу сказать а кто жестче жестче в таком плане вот в тренировочном процессе ну наверное артур жестче да он такой более так все-таки игорь он такой более такой спокойненький он более спокойный да но но он совершенно другой человек в том плане что то каким мы видим его например в инстаграме или на публике или в боях и тот человек который на самом деле в жизни в тренировочном процессе это ну это абсолютно разные люди то есть но за меня тоже многие думают которые видят меня где-то в интернете думают потому что я злой и там сердит и плохой да 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 у меня там все фотографии серьезно знаешь когда я улыбнусь там одна фотка из ста все думают ого ты умеешь улыбаться знаешь ну так ну в принципе просто я тебе скажу очень много после интервью моих писали про бойцов разных особенно про болотника блин да он адекватный чел оказывается хороший парень он улыбается он же вообще добряк знаешь такой максимально а так со стороны смотришь лысый такой знаешь что там там и все думают что он какой-то маньяк многие многие из бойцов неприятно выглядят да ну такие типа отталкивают у них как правило тяжелый взгляд они смотрят до конца как на фейс ту фейс смотрят бронзительно но реальная жизнь она другая ну да поэтому нужны интервью чтобы вы раскрывались чтобы вас узнавали так в жизни чтобы знали что мы добрые да а давай вернемся чуть назад из испании ты приехал в латвию почему такой резкий переворот у тебя произошел вот кикбоксинг вроде в топах glory все дела ну я плюс-минус знаю эту историю очень там очень 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 много нюансов glory не дал не давала расти не отдавали победы на моих на это меня прямо очень сильно злило потому что все те бои которые я провел лори и все кто хоть чуть-чуть понимают что на боксинге понимают что я победил но мне не отдали из трех боев в glory мне отдали все один хотя тех 2 я тоже выиграл они в тебя как-то не верили в продвижение не знаю сложно сказать там много нюансов во-первых это маленькая латвия да во вторых у них были не очень хорошие отношения с кишенко такой чуть дерзковат и чуть это он не играл под ихнюю дудку и поэтому было такое напряженно плюс к этому ко всему деньги плюс к этому ко всему мы разошлись с артуром то есть ну такое было много-много моментов почему я решил все поменять а с артуром чего почему разошлись ну для нюансов но не будем это поднимать этот вопрос почему а я и 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 какие у тебя варианты были вот и понимаешь вот уезжаешь из испании что дальше у тебя будет какую-то карьеру надо строить. Почему в Латвию вернулся? Потому что это дом. Потому что это родной дом. Потому что здесь живут мои близкие люди. У меня были варианты уехать в Россию. Тоже не буду говорить, куда и что. Но в связи с этой ситуацией в мире я рад, что я сейчас туда не уехал. Потому что я тогда туда не уехал. Слава Богу, что я уехал домой. Сейчас бы я непонятно, как и что. Было бы. Скорее вернулся бы домой. Все равно. А почему ЛНК? А в Латвии где еще, если не ЛНК? Я не вижу других вариантов. Плюс мы в нормальных семьях отношений. Мы сели, поговорили. Сошлись на каких-то условиях. Приятных для обоих сторон. И все. У тебя контракт? Да. У тебя зарплата есть? У меня контракт, у меня зарплата, у меня закончился контракт. И я его подписал. То есть я три года отработал с ЛНК. Мой контракт закончился. Буквально пару недель назад. И я подписал новый на три года. На улучшенных условиях? Конечно. Улучшенных условиях. Ну, во-первых, я вырос. Я на 83-й строчке. Поэтому, поэтому да, конечно лучше. Ну, то есть, сейчас по факту на 100% ты живешь за счет спорта. Да. У тебя нет каких-то работ там других. Вот только чисто за счет спорта, гонораров. Да. Спорт, гонорары, плюс, помимо этого, зарплата. Как к этому относится семья? Потому что я не работаю где-то. Знаешь, как в детстве, это тебя не будет кормить. Найди работу, иди работай на склад, еще что-то, пятое, десятое. Честно говоря, мы никогда эту тему особо не поднимали, но бывали, конечно, сложные. Бывали такие моменты в моей жизни, когда даже я задумывался о том, типа, будет ли меня вообще кормить этот спорт. Но это было очень сложно. Ты же помнишь, как это все начиналось? Это были бои за какие-то копейки, там, хорошо если. Где-то дадут, где-то не дадут, где-то что. И я даже, у меня даже были некие сомнения по поводу, блин, Артур, а надо ли, типа, знаешь? Бывало, я в связи с этим и завязывал. Потом как-то перезагружался, собирался, собирался и говорил, что нет. А в каком моменте ты понял, что все, вот это, все? Здесь я могу заработать, и мне будет хватать. Уехав в Барселону, но не сразу, не сразу. Ты знаешь, я уехал в Барсу, это вот, Барселона, это можно сказать, что, как жизнь, до и после. Вот это был такой переломный момент. И уехав в Барселону, через, наверное, только год, я начал что-то как-то потихоньку получать. Первый год у меня было там 3-4 боя, но у меня было до этого имя в Риге, в Латвии, ну, в Европе, в мире, на больших аренах меня никто не знал вообще. Латвия, да, я там кто-то, у меня какая-то уже узнаваемость была, но нет, в Европе, в мире меня вообще никто не знал, какой-то Вася Пупкин с Латвией, с Риги, ну, вообще, еще и с Латвией, ну, кто и что. И потом, как-то потихоньку, потом я зацепился, Infusion мы подрались, потом мы подрались, и потом вот уже уехав в Китай, уже, когда я начал драться на Кулуне, тогда вот что-то потихоньку... Ты там три боя, по-моему, да, провел? Пять. Пять боев? Пять, да. И там, в разных весах ты дрался? В разных весах, да, первый мой бой в 80, потом в 83, потом опять в 80, один раз даже подрался с... Тяжестью. В плюсах, да, потом вот мой крайний бой, последний, это был... Как, ну, помнишь, мне такой был период, когда я провел за месяц пять боев? Да, да, у тебя подряд они шли. Да, это была Германия, это была Швеция, это была Россия, Польша, Россия и последний Китай. Да, и последний вот свой крайний бой на Кулуне я провел в 93 килограмма, да. Такого, ну... И вот этот в плюсах, который дрался со мной, это был не китайец, это был казах. То есть китайцев таких нет, ну... Да, больших. Ну, таких больших нет. Вот этот был в 93, это был, наверное, самый большой китайец в Китае. В мире. который со мной дрался. Ну, остальные, конечно, они гораздо меньше, японцы, китайцы, корейцы. Ну, азиаты в целом. Да, 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 да. Ну, а вот если сравнивать организации в кикбоксинге и организации в боксе, какое отличие есть какое-то? Вот ты приезжаешь, как тебя встречают вот эти все нюансы? Плюс-минус, плюс-минус одинаково. Только, наверное, у боксеров медицина жестче. Гораздо, гораздо жестче. Пока мне сложно, если честно, оценивать или сравнивать кикбоксинг и кикбокс, потому что в боксе я только-только начал и пока мне только начинал ловить какие-то моменты. Пока я не был там на каких-то сферах больших турнирах, чтобы понимать, ну, насколько они отличаются. Но в чем точно отличаются, это могу сказать, это может сказать каждый, то это, конечно, в гоноралах. Бокс, боксинг, кикбоксинг, значительно. Ну, это просто колоссальная разница. То есть, если бы, допустим, я был бы в боксе в топ-5, как я был в кикбоксинге, ты понимаешь, что это за цифры были бы. Когда я был на этой строчке в кикбоксинге, ну, я не скажу, что я. Ну, сколько в кикбоксинге, было все очень скромно. Ну, 5 плюс 5, допустим, в лоре. Все зависит, да, потом чуть-чуть-чуть-чуть поднимаешься. В боксе, конечно, посерьезнее все. Конечно, гораздо. А вот часто сталкиваешься, я уверен, часто сталкиваешься, люди, которые тебя давно смотрят, знают такие, блин, Артур, боксинг твое. Конечно. Вот в кике ты прям был, а вот в боксе нет. Все всегда спрашивают, мне все постоянно пишут про кикбоксинг, где, когда, что. Нет, кикбоксинг вряд ли. Я не могу сказать вот так четко, уверен, что я больше никогда ни одного боя не проведу. Кикбоксинге, жизнь такая интересная штука. Но, на данный момент точно нет. Ну, и плюс к этому, ко всему все же хотят все и сразу. Но в кикбоксинге, когда я уехал в Барселону, первые бои, у меня тоже не очень сильно получались. И меня говорили, блин, да не, куда, ну, Горлов вообще. Это одно дело здесь, он бил кого-то, не пойми кого, и другое дело, он уехал туда на уровень, и там вообще ничего не показывает, бои скучные, ни о чем, и так далее. То же самое здесь в боксе. То есть, не будет все и сразу. Я это знаю, я много раз с этим сталкивался, я знаю, что нужно просто трудиться, трудиться, еще раз трудиться, и все обязательно будет. Ну, с хейтерами как у тебя? Ну, хейтеры, где-то пишут какую-то дичь, но в основном, в основном... Часто переобуваются? В основном они боятся. Мне писать. Переобуваются часто. Причем, переобуваются такие, там, один, 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 такой есть пассажир. Я одному, ты знаешь, не буду озвучивать, звонил недавно, вот, который человек, который всем пишет, там, гадости тебе в том, в той же, в том числе, я ему просто позвонил, в видеозвонок, ну, человек не брал трубку, просто, и хотел пообщаться. Есть, конечно, такие, я, конечно, таких людей вообще не понимаю, это, ну, это, это другая планета для меня, то есть, сколько это прошло уже, лет, наверное, 8-9, как я с Турком дрался, да? Ну, прям, этот бой, тебе всю жизнь будет, И этот бой, да, я же четко помню, где, и что, и как писал, если я не отвечаю в комментариях, это не означает, что я не вижу. И этот негодяй, короче, писал различные гадости там в этих комментариях. Спустя какое-то время я уезжаю в Барселону, начинаю драться о кикбоксинге, начинаю драться уже хорошо, опять же, все не сразу, а постепенно, я начинаю драться хорошо, и начинаю драться на высоком уровне. И этот человек переобувается и говорит, Арчи, я за тебя, все, я за тебя, я топлю, я там это самое, мать родную продам за тебя, знаешь? Сука, сука. И я терплю, терплю, терплю этот момент, и потом в какой-то момент уже, ну, пишу уже лично, слушай, Вась, ну, тормози, ну, говорю, я же все видел. И сейчас он опять уже переобувается, опять в другую сторону, то есть он такой, не то, что там разок переобувался, для него это нормально, да. Вот он туда, и он мне какие-то видео, какие-то это, я уже говорю, все, алло, стоп, хватит, говорю, ну, ты со мной хочешь дружить, у нас дружбы не будет, не получится, то есть этот, ну, не хочу называть его какими словами, сначала хотел сказать, не буду. Этот человек, после вот этих всех комментариев в интернете, все, он мне еще пишет лично, присылает какие-то видео, какие-то шутки, но он видит, что у меня с юмором нормально, и многие об этом знают, и он мне начинает, ну, многие мне присылают какие-то приколы, какие-то шутки, и он тоже в том числе, я говорю, не, не, я говорю, стоп, у нас дружбы с тобой не будет, ну, ты можешь забыть про это, закопать, все, не вариант вообще. Вот такие вот люди, понимаешь, вот такие, к большому сожалению. Хейтеры они такие. Да. Они у всех есть, как бы. Да, да. У кого-то есть, у кого-то поменьше, у кого-то побольше, но... Но он такой, но он такой именно, он такой от начала, он всех знает, он все про всех, и все. Ну, а толку с этого? Ну, да. Ты сейчас ЛНК, контракт, тебя все устраивает, команда, кто еще сейчас входит, вот, у кого еще контракт с ЛНК, потому что в начале там, мне кажется, у каждого второго боксера был контракт с ЛНК, или они как-то работали. Десятилетние. Там были какие-то сумасшедшие контракты, там мне Рамлов рассказал, что ему предлагали на 8 лет контракт, при том, что ему 29 лет было. Ну, да, но я нет, но мне, наверное, тоже, ну, изначально, примерно такое предлагали, но я сказал о том, что, слушай, ну, я не знаю, что будет через пару лет, никто не знает, и я не знаю, точнее, не то, что я не знаю, я знаю четко для себя лишь одну вещь, что, если я сейчас подпишу на десятку, 40 лет я не хочу боксировать. Ну, 40 лет я хочу загорать, но я не хочу боксировать, да, да, но это однозначно. У кого? Ралф Вилсонс, Ричард Болотник, Милан Волков, Артем Рамлов, Артем Рамлов, ты вообще видел, что это было, блядь? У меня нету слов, у меня нету слов, ну. Это же, ну, окей, отложим вот то, что там засудили, не засудили, там, просто как это было сделано в ринге, чисто с этической стороны. Ну, хорошо, ошибся ваш супервайзер, все, закончили, порадовались, ушли в раздевалочки, подходите, говорите, Артем, соперник, там, тренер Артема, да, соперник написал апелляцию, там, вот будем пересматривать, можно же красиво это все сделать, да, там, а не отбирать, просто вырывать пояс. Они в нагляк, я бы разбил им голову, отвечаю. Я вот, через час после этого ночью переписывался с Вадимом, и я говорю, Вадим, блин, если бы я там был, вот хер бы, кто у меня что-то брал. Ну, я бы просто в голову дал бы, если бы моего бойца кто-то что-то вырывал. И пофиг, пусть дальше там обижаются, говорят, что сумасшедший, но в тот момент, ну, это просто. Не, не, ну, я разное видел в спорте, я видел, когда заслуживают, и одно, и второе, и третье, но вот так, вот так, ну, я не знаю, такого есть. А ты знаешь, что у менеджера и у боксера теперь закрытые аккаунты в Инстаграме, их просто завалили комментариями, сообщениями, их просто разносят. Нет, конечно, ну, а как? Люди же видят, ты можешь обмануть кого угодно, кроме людей, зрителей, они же все видят. И я, поэтому, когда-то, бывали у меня такие моменты, будучи там еще совсем молодой, молодым или малолеткой, я обижался сильно на судейство, мне тут зажали, я же вижу, что я выиграл, знаешь? Сейчас все нет, я спокойно, люди видят все, ты людей не обманешь никогда. Мне до сих пор, по сей день, все говорят за бой с товаром, кейкбоксингом, и все, ну, до сих пор говорят, что я победил, и я знаю для себя, что я победил, и он знает, что я победил, понимаешь? И все, ты людей никогда не обманешь, все верно. Ну, кто твой спарринг-партнер самый любимый? Вот с кем ты? Особо, не то, что любимый, но чаще всего я вожусь с Миланом, да, чаще всего вожусь с Миланом, так я, конечно же, стою со всеми, моего веса, или, ну, близким мне весом. А как тебе его возить? И Малис Бредес, и Ричард Болотник, ну, в принципе, там, образом... Бредес тоже приезжает к вам, да? Да, мы приезжаем к нему. Вы к нему приезжаете? Да, он на таком уровне, что мы приезжаем к нему, но когда-то будет наоборот. Когда-то будет наоборот, обязательно. Как тебе последний бой Милана? Мне понравился. Мне понравился. Я, опять же, хочу сказать о том, что все, конечно же, хотели, чтобы, все наши, скажем, пацаны, хотели, конечно, чтобы Милан хлопнул Кристопа, но, есть одно большое но, это бокс, и Кристоп тоже не пацан. и я скажу такую вещь, о том, что, допустим, если сравнивать нас, то Кристоп, выходя на бой со мной, он уже проиграл до боя. Ну, то есть, он не был так морально настроен, как, допустим, сейчас в бою с Миланом. Да. Я не знаю, как и почему, но Милана, он не боится вообще, и он дерзко идет вперед, может быть, потому что Милан молодой пацан, может быть, потому что Кристоп очень опытный. блин, сколько он в этом весе, и сколько он дерется. Я помню, будучи, с Тевиншем, я дрался в 63 килограмма, он уже с Маслобовем дрался в 95 тогда. Так это было, сколько лет назад, представляешь? 13 лет назад это было. И он уже тогда был, типа, он уже в 95, он уже дрался 5 раундов, он уже дрался за титул, то есть, ну, он давно в этой теме, он давно в этой теме. То есть, 13 лет назад, Милану было 7, или сколько, понимаешь? Ну, это было очень. он же даже в речи сказал своей после боя, что типа, он пошел в первый класс, Милану, он уже за титул. А Зилла тогда уже с Маслобовем дрался за титул. то есть, зачем-то говорит. Ну, как-то так. Конечно, нам хотелось, чтобы он его хлопнул, но он, и Зилла в этом бою, прыгнул выше головы. Это вот, я могу сравнить, примерно, как Бредес отбоксировал с Усиком. Да. Во-первых, у Усика по сей день я не видел настолько сложного боя. Сложного боя. Так, чтобы ему было тяжело. Бредес тогда прыгнул выше своей головы. Вот он просто сделал космос тогда в тот день. Это был очень сложный бой для Усика. И очень крутой, хороший бой для Мариса. Да. Хоть он и не выиграл, но... Да, и здесь то же самое. Точно-таки такая же, эти бои, конечно, нельзя сравнивать, но я говорю, здесь такая же история для Кристопа. Кристоп прыгнул выше головы, и поэтому у Милана не получилось сделать все то, что он хотел, или все то, что они отрабатывали на тренировках. Но многих удивило то, что он вообще до конца боя простоял в одном темпе, плюс-минус. Чуть-чуть, нет, Волков, да, именно по вынослиму. Что не подздох. Да, потому что он всегда уже там после второго-третьего, а тут... Ну, потому что рубится, потому что зарывается, потому что бьет сильно. Если, например, взять бой его с Зутцем, ну, конечно, ты видел, с какой силой он бил. Ты видел, насколько было больно Зутцем. У Зутца тогда была другая задача. У него была задача показать то, что он не упадет. Просто отстоять эти четыре раунда и показать всем, вот я могу. И у него это тоже получилось. Понимаешь? Согласен. Ну, подожди, а кто сейчас первый номер в тяжах? В 91? Да. Вообще? В Латвии, в Латвии. Морис. Морис. Ты на какой строчке в Латвии? На второй. На второй. А, в супер тяжах? Зутцем все еще первый? Не знаю. Или Волков. Он же был первый долгое время. Я не знаю, давно не смотрел. Там был Бигис, потом Зутцем, Милан какое-то время. И как-то вот они так... Не знаю, я за свое знаю. Но ты сейчас в 91 бьешься. Да. Потому что был период, ты в тяжах дрался. Дрался. Ты вообще, по-моему, во всех весах дрался. Начиная с... С 40. С 40. Такое было, да. Ну, нет. Тяжи... Ты должен быть тяжелым. От природы. Я не тяж. Мощи не хватает. Да, да. Ну, там большие, взрослые дяди. Да, ну, куда я там... Ну, это был тогда еще кикбоксинг. Я подошел, тогда не помню, кто это был. Реми Бояцкий, мне кажется. Я подошел к нему, и это реально взрослый, огромный, большой дядя. Вот такой вот, я на него так... Хотя я на себя маленьким не читаю. Да. Я обычно вот так... Да, метр 902. Я обычно на всех вот так смотрю, и тут я подхожу к нему, и взрослый. Понимаешь? Ну, просто большой дядя. И там все такие. Там маленьких очень мало. Ну, хотя есть, конечно, такие уникумы, да, там, как Поветкин, такие, как... Такие, допустим, как Усик, да, сейчас. Ну, такой один... Ну, а самый... Вот у меня один из любимых вопросов. Самый тяжелый удар чей был? Вот с кем ты стал в парах? Я, мне кажется, тебе задавал его в прошлом интервью четыре года назад, но с тех пор, я думаю, там добавились товарищи. Кто вот тяжелее всех бьет, и ты такой, блин, я даже в защиту не хочу это пропускать. Блин, там много кто, но вот я сейчас сразу же вспомнил первого Маллица. Да, он жестко бьет. Жестко бьет, он сильно бьет. Он... Мне как-то раз, я помню, мы с ним стояли то для отработки, то для спальни были. И он мне ударил, я поставил плечо. В этот последний момент я поставил плечо, и я такой думаю, ого, если бы он мне сейчас завинтил бы в голову, я бы ходил, Воробьев на улицу считал. Хорошо, что поставил плечо. Он жестко бьет. Вообще, много пацанов бьет жестко. Но вот почему-то сразу первого мне в голову пришел он. Слушай, вот у вас в ЛНК есть ребята с Украины? Да. Есть Безус. Да. Вот я за ним слежу, у него травма была. Вот как-то мне нравится тренер их этот, Лихтер, да? Да, он уже нет, они разошлись. Да, они тренируют. Вот он мне очень так нравится, он такой очень академический ко всему подходит. И я с тех пор за ним слежу. Вот сейчас у него был бой, и казалось, что соперник такой максимально проходной. Но он упал в нокдаун. Вот в тот момент вы же смотрели по-любому? Не было мысли, что он... Слушай, я был в раздевалке. Я был в раздевалке, у меня была разминка перед боем, и я не видел этого. Но мне сложно, мне сложно говорить, что это по этому бою. Но говорят, что был тяжелый нокдаун. Да, и прям удивительно было. И соперник был такой проходной. Я тебе скажу такую вещь, что пацаны с Украины, и они там были в самое первое, ну, с войной и все такое. Я не знаю, как они там тренировались, и тренировались ли они там вообще. И одну вещь мы должны для себя понимать, то есть они это все очень глубоко переживают. У них там близкие, у них там родные. Ну, конечно. То есть это такой момент, понимаешь, ну, ты выходишь на бой, а знаешь, что там это самое. О чем его мысли и так далее и тому подобное никто не знает. Но они сейчас в Ларши живут, на контрактах тоже. Да, они в Риге. Они в Риге, они в Солон-Каме тоже контракты. Да нет, вообще это вся тема. Единственное, что я видел, Богдан, вот за него могу сказать, он хорошо боксировал. Это Миронец? Да, да. У него был очень непростой пассажир, 5-0 или 6-0, и он прям бомба боксировал. А бой Заура смотрел? Ну, наверное, ты же после трех лет и ушел. А я, он же сразу же бой после меня, я был в душе, я не видел. Но, я знаю этого испанца, и я думал, что Заур его переедет. Прям переедет. Не переехал. Ну, во-первых, когда я его знал, это было давным-давно, то есть, он тоже наверняка набрал. И такой, прям плотный бой получился. Плотный бой был. Заур уверенно выиграл, ну, скажем так, уверенно по очкам, но тоже казалось, что он его снести дал. Видишь, ну, это вот как раз тот момент, который я говорю. то есть, нам хочется одно, понятное дело, нам хочется, чтобы Заур нокаут, нокаут он выиграл, хотел, чтобы Милан нокаут, чтобы Горлов нокаут он выиграл, и все остальные наши ребята. Ну, да, такое желание всегда, когда с хорошими соперниками. Потому что, часто бывает, там, типа, раз, вышел, там, поработал бы хоть по раунде, знаешь, а когда хороший соперник, конечно, ты понимаешь, что будет война, и хочешь, что это... Да, или неудобный, но вот, я, допустим, чем сильнее соперник, тем я лучше боксирую, тем я лучше дерусь. Ну, то есть, допустим, если сравнить вот этот бой, или бой с поляком, с 30-м номером, с которым я дрался, ну, предыдущий бой, 2 апреля, я в разы лучше отбоксировал, чем отбоксировал вот этот бой. В разы лучше, просто это нельзя сравнить. Не знаю, как это связано, понимаешь, почему-то я настраиваюсь так. С кем бы хотел побоксировать? Вот прям бой, чтобы был там? Да с любым. Ну, вот на сегодняшний день, то вот не так, что типа я затитул там, с усиком или... Понятное дело, мы все космонавты. А вот что-то интересное, вот такой космонавт. Ну, вот что-то какое-то, вот может ты смотришь за ним давно, и такой, рано или поздно мы с ним встретимся. Ба-ба-ба-ба-ба. Но было бы мне интересно, допустим, побоксировать с Маном, Артур Маном. С которым бред издрался. С которым бред издрался. Много. Папин. Много пацанов, в моем весе таких хороших. С кем было бы интересно. Ну, а сейчас, смотри, в Глории, чемпион кто? Маслобоя. Да. Не думал о боях с ним? Вот если предложат, по боксу. Вот если скажут, Артур, есть такой Сергей Маслобоев, который ты точно знаешь. И не хотел бы с ним бой по боксу. Мне было, мне было это интересно в кикбоксинге. А в кикбоксинге? Я прям очень хотел этого боя. Я не знаю, что мне должны предложить в кикбоксинге. Деньги? Деньги? Да, я именно не знаю, какую сумму. А чтобы я начал бить опять ногами. Перестроился. Это очень много. Во-первых, это тренер. Я когда-то сказал себе, что в кикбоксинге Артур мне дал и очень много. И я не вижу того человека, который даст мне больше, чем он. В кикбоксинге. Поэтому такой сложный момент. Ну и, блин, многие же отвыкают от этого. Я тут как-то встал, там у меня пацаны какой-то, и раз. Ну, такой индеец, вообще ни о чем. И я встал там с ним аккуратненько, тык-тык-тык, и он мне лоу-кик, как дал. Ну, человек, чтобы ты понимал, бить лоу-кик не умеет. Ну, как-то я его там научил. Он просто меня ударил по ноге. Вау, это так больно. Блин, я раньше, мне раньше на лоу-кик и лоу-кик, ну, ничего, он мне постоянно били. Все. Ну, как бы, я даже подставки не любил стоять, потому что, ну, я держал, хорошо держал. А тут он мне ударил, мне отстало так больно. Я подумал о том, что нет, я не хочу. Помнишь, у тебя должен был быть бой с этим, с Кудряшовым? Да. Не возвращались к этому вопросу? Нет. Нет, больше не было? Нет, он на какое-то где-то интервью давал, мне там скидывали. Я скидывал тебе, где он тебе сказал. Да, да, что-то не получилось. Артур Сгорлов. Артур Сгорлов, да. Да, было такое. Ну, ты видел его последний бой? По боксу он проиграл в одну калицию. С Асланом. Да, с Асланом Асбарова. Во-первых, с Аслан очень-очень не подарок, у человека 400 боев по боксу, по любителям. Он в кулачке там просто людей горизонтально кладет. Да, в гробы людей закатывает. Они просто так и падают. Да. Очень простой. Ну, честно говоря, я думаю, что он просто устал. Ну, вот выглядит это так, что... Ну, по нему видно, что он и говорит, я сейчас боксом не сильный, а больше там, ну, тяжелая атлетика, самолеты двигает. Нам, бойцам, я думаю, что просто очень сложно сказать тебе, все, хватит. Я не представляю, что когда такой момент придет, мне нужно будет самому себе это сказать. Слава богу, что у меня есть какие-то товарищи близкие, ну, и вообще близкие люди, которые, наверное, мне скажут об этом. ну, вот, все. Но я хочу сам к этому прийти, так, чтобы не кто-то меня там просил, умолял, что все. Артур, хватит. Да, сам. Но это, слава богу, еще есть время. Не скоро, да. Да, да. В тижах, так тем более не скоро. Ну, вот, ему должен кто-то это сказать. Кто-то, кого он уважает, и сказать, все, Димон. Или он сам себе должен сказать. Ну, потому что выглядит это, прямо, ну, не очень. Все-таки, знаешь, как уважаемый человек. Да. Ну, типа, все-таки он такой в боксе. Ну, вообще, как поп ММА отношусь. Потому что там не только ММА, там и по боксу, кулачные бои. Не хочешь кулачки? Мне кулачки в жизни хватило. Сейчас не удивить. Ну, такое, нет. Ну, это больно, это больно. Ну, это руки, это же наш хлеб. я, ну, я вообще очень давно такими делами не занимаюсь. Но, когда молодым, ходил на дискотеки, и все такое, я даже не бил в последнее время, ну, кулаком, ладошки. Потому что, если я бью кулаком, я сразу ломаю руку. Это, нет, нет, не хочу, нет, зачем? Это больно. да, сейчас приходит много боксеров, нормальных. Причем, мне даже не интересно смотреть это. Многие люди любят смотреть это. Ну, не знаю, нет, мне как-то, это такой не спорт, но и... Потому что, слишком кроваво как-то все это заливает кровью, сечки эти огромные. Да, да, да. Ну, ты же бой Даника смотрел, Весненка. Да. Он в два раза ездил. Да. Боже все лицо в сечках. типа... Зачем? Вообще, ко всей этой индустрии, вот то, что, вот вы деретесь по боксу, да, многие говорят, классика, бокс, профи, но их никто не знает. А вот в поп-мма он там пришел, что-то поорал в микрофон, уже все его знают. Вот у тебя не было желания, вот, чисто, пара микрофон, ну типа знаешь, там попонтоваться, нет? ну я же... Трэш-ток? я не такой человек, и те, кто меня знает, скажут, что... Ну тебя вывести можно, вот если там начнет человек на тебя, там, что-то, эй, ты там... Вывести на улицу, да, Вывести, вывести на какие-то эмоции, на какой-то ругань, ну нет, наверное... На улице давно дрался? Да, давно, очень давно. Выиграл? По очкам. Нокаут. Да, выиграл, слава богу, ну так в детстве много дрался? Давно. Ну почему в детстве? Ну нет, в подростковом возрасте, там, уже, будучи совершеннолетним, ну так, нет, не особо много, ну, каждые выходные. Часто, раз в неделю. Пять в субботу, да, причем это было так, что, да, либо я дерусь на выходных, ты же помнишь моего тренера, первого, который записывал меня каждые выходные на соревнования, и я потом только начал понимать, почему он это делал, потому что, если у меня нет соревнований, то, скорее всего, я пойду на дискотеку, если я пойду на дискотеку, значит, у меня будут соревнования там, ну вот, и он меня записывал специально, чтобы как-то меня, ну, уберечь от всех, уберечь от этих всех неприятностей. Это тоже такой правильный ход, конечно. конечно. Тогда я не понимал, то я думал, блин, ну как так, люди отдыхают, гуляют, что-то, как-то, где-то, короче, а я все время, блин, с 14 лет, каждый выходной, у меня от Латвии, по джюдо, по тэквондо, по кудо, не знаю почему, ну, там, ну, с ума сойти. Ну а сейчас как твой отдых состоит? Вот ты там сколько раз в неделю тренируешься? Ой, сейчас спокойно, вот сейчас спокойно. Сколько в неделю? Два раза в день. Каждый день, кроме воскресенья? Да, очень спокойно. Я так устаю на, ну, на рабочей неделе, что я, суббота это всегда массаж-баня, а воскресенье это всегда, вот так. Ну, прям, как по неделю. Да, я прям бывает даже вообще не вылажу на улицу. Бывает такое. Бывает по-разному. Бывает и вылажу, там, пацанами там где-то что-то, к семье тоже съездить, да, к родным там. Потому что на рабочей неделе не получается, в режиме приходится один на один день в неделю уделять родным. Воскресенье, святой день. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, сказал как-то буквально на днях, я говорю, обратите внимание, что у Горлова на фото всегда одни и те же люди. Ну вот, как будто у тебя все друзья с детства, знаешь, такие, ну у тебя так новых лиц не так много, только вот из спорта, а вот когда фотки с отдыха, ты все равно у тебя, ну я их знаю, но как бы… Да, да, да. Ты как-то не ищешь новых знакомств или тебе некогда просто? Новые знакомства, они присутствуют, они имеют место быть, но это то, про что мы с тобой изначально говорили, я не люблю переобуваться. Конечно же, со временем, там скажем, из десяти моих кентов детства, там осталось четыре, образно говоря, но они такие, знаешь, проверенное время, и многие из них давно уже живут за границей, мы всегда рады встретиться, выпить чаю, поговорить, и нам есть о чем поговорить. Нет, я не люблю именно переобуваться, да, это такие старые, добрые кенты детства, скажем так. Слушай, вот мы говорили про поп-мма, вот там есть персонажи определенные. Тебе не кажется, что сегодня, будучи таким, как ты, человеком, намного сложнее стать героем для кого-либо, чем вот там образно какому-нибудь поп-мма, который какую-нибудь фигню сотворил, там, ну, тот же Мурат, который таксиста кинул, да, там, вот тебе это не кажется, ну, не то, что странным, несправедливым где-то? Моментами, наверное, да, но я понимаю, что время идет вперед, и у людей просто другие ценности, абсолютно другие ценности. И, ну, да, сейчас Мурат, который кинул таксиста, который непонятно, что говорит, вообще, ну, набор слов, набор букв просто, да, он для людей там легенда уже живая, понимаешь, они дарят ему машины, там, ну, это же дичь. Тебе не дарили машину никогда? Нет, мне не дарили машину, может быть, потому что я никогда не пидал таксист и не снимал это на видео, может быть, не знаю. Надо попробовать. Наверное. Ну, а так, в целом, ты сам вот, когда что-либо делаешь, ты чувствуешь, что ты несешь какую-то ответственность перед, ну, там, молодежью, перед каким-то, ну, как тут, что ты должен себя так вести нормально. Потому что за тобой смотрят и кто-то с тебя берет пример. Я особо не думаю об этом. Мне просто, я просто знаю, что такое хорошо и что такое плохо. И все, я так, я так, я так жил всегда, я так вырос и меня так учили старшие пацаны с района или, или мама, или отец. Да. Я знаю просто, что такое хорошо, что такое плохо. Я знаю о том, что снимать на видео под наркотой и кидать таксиста и быть потом… Ну, а то, что многие сейчас молодые спортсмены, даже у нас в Латвии, ну, понимая, что такое плохо, знаю, занимаются там рекламами всякими непонятными, там, те же букмекерки, казино, алкоголь, курение и типа со словами, что я и не хочу никому быть примером. Как ты к такому отношишься? У каждого свое, к каждому свое. Для кого-то не нужно быть примером. У каждого своя правда. У каждого своя правда. Каждый человек относится к этому абсолютно по-разному. Слушай, мы рекламируем салты, чтоб ты понимал. Я вижу, для меня это такое типа… Да, ну, вопросов много. Ну, а что бы ты не рекламировал ни в коем случае? Блин, я не знаю, я не думал об этом. Ну, тебе прямо говорят, вот, Артур… Ну, допустим. Не знаю, ну, сырочки Карум, конечно, бы с удовольствием все рекламировали. А почему нет? Я бы сам… Карум, свяжитесь уже со мной, я про вас в каждой передаче говорю. Свяжитесь со мной. Вот. Ну, не знаю, ну, что-то такое, что-то бухлишко, может, что-то такое непристойное. Ну, магазин интим-товаров. Ну, нет, ну, приколись. Ну, за хорошие деньги. Ну, за любые деньги. Ты представляешь меня с интим-товарами. Ну, там одно слово напишут на шортах, там, непошлое, нет? Я думаю, что нет. Я вообще иногда поражаюсь, ну, мне иногда пишут такие люди, там, слушай, а мы можем, там, разместить у тебя рекламу в Инстаграме, там, или где, за какую-то определенную сумму денег. Я говорю, какая реклама? Ну, скраб для лица. Я говорю, слышь, зайди еще раз на мою страничку. Да, посмотри. Посмотри на мое лицо, и потом предложи еще раз то же самое, что предложил. Не, ну, из последнего, что… Ну, какой скраб для лица? Ну, где я, где скраб? То самое такое было, мне предлагали чуть-чуть порекламировать концерт Моргенштерна. Знаешь? И я такой, ну, ребят, вы вообще, ну, вы же знаете, как я на все это смотрю. Ну, как я могу там… Ну, нет, там, нам очень надо. Я такой… Сорян. Нет. Вообще нет. Есть моменты, которые нет. Ну, я там, алкоголь тоже, вот эти, там, всякие моментики тоже, сальто эти. Как-то я… Сразу нет. Да. Ну, самые мои вот эти, которые уже, слава Богу, в последнее время не предлагают, это букмекерские конторы. Я прям с ними нет и все. А так, в принципе, все рекламирую. Ну, у меня все, в основном, связано или с машинами, там, про тюнинг, или с путешествиями. Те, кто уже много лет, знаешь, я так, не заморочу, а маленькие все. А, ну, с едой. Чтоб ты понимал, у меня почти каждые выходные, кто-то там, слушай, мы тебе вот сейчас привезем там, еды такой-то, такой-то, можешь там, типа, нас порекламировать. Я такой, чувак, я что, в пустыне живу, у меня есть нечего. Знаешь, типа, почему? Так что за подход такой? Кебаб фикс звони, да? Шаурму сейчас привезем. Не, ну, типа, человек из кебабной мне там, говорит, слушай, вот там, ты же рекламой занимаешься? Ну, да. Давай мы тебе кебаб привезем, а ты нас порекламируешь. Я говорю, ну, твой кебаб сколько стоит? Три евро там? Четыре. Большой. Евро двадцать по себестоимости? Ты считаешь, что у меня реклама евро двадцать стоит? Ну, типа. Блядь, ну, это грустно. Ну, типа, да. Это даже, знаешь как, это даже неприлично, вот такие вещи писать. Да, да. Ну, типа, ну, блядь, у людей нет чувства субординации. Вообще. Вообще. Она отсутствует, ее просто нету. Как можно такое продолжить? Когда человек к тебе обращается рекламой на спортивную одежду, я говорю, нанесение вы сами сделаете? Ну, мы бы хотели, чтобы это в сумму входило. Я говорю, вы понимаете, что сумма нанесения превышает сумму вашего? Равна или превышает того, что вы даете? Да, да, что вы даете. А, да, ну, мы вот так вот. И ты такой, чувак, просто. Это особенно люди, которые там пятьдесят евро планируют на рекламу потратить, они тебе мозг выносят так, что ты хочешь что дать и сказать, блин. И заблокировать. Просто не приходи, не обращайся. Да, поэтому уважайте спортсменов. И когда обращаетесь за рекламой, скрабы лица, ну, камон. Предложите рекламировать. Какая у тебя машина? Mercedes-Center, свяжись с ним, он порекламирует в Латвии. Доминикс. На последнем турнире, где ты выступал, выступали еще латвийские боксеры, там Мейстер выступал. Кстати, тяжелый бой у него был. Казалось, что он... Там парень был 4-10 рекорд, а там смотришь, у него все 10 поражений, они все по очкам и таким нормальным ребятам. И казалось, что Кристоп не сильно готов был, ну, к такой оппозиции. И там дрался Марцис Грундуйс. Да. И после боя он сказал речь такую, что я сделал то, что не смог сделать Рамлов. Ты слышал эту речь? Нет. Я, ну как, моментами смотрел его бой, он там, мне кажется, он крутой бой захотел. Хороший бой захотел. Я, по крайней мере, видел, как он человека сажал на жопу. Да. И многие не поняли, о чем он говорит. Но те, кто чуть-чуть больше понимают, он имел в виду, что он нокаутировал соперника, которого не нокаутировал Рамлов. Рамлов с этим венгром тоже, по-моему, венгром был соперник. Как ты вот к таким относишься? Ну, это же был вызов Рамлову. Да? Ну, типа, как ты относишься к тому, если они побьются? Кто фаворит? Я скажу одну вещь. Мне кажется, во-первых, начнем с того, что Грунгур есть молодой пацан. Очень молодой пацан. Чиба и Гришунин – это динозавры, которые в боксе. В первую очередь я скажу о том, что он должен уважительно относиться к Рамову. Ну, то есть, вот такие высказывания, наверное, не нужны. Ну, а вообще, да нет, я бы не хотел такого боя. Мне вообще не очень нравится, когда Латаши Меш с собой дерутся. Понятно, что без этого никак будет интрига и этот бой, и этот бой, конечно же, наберет публику. Ну, кто на сегодняшний день из них сильнее? Я за Чибу. Чиба мне ближе. Да. А кто выиграет, я не знаю. Ну, Грунгур есть прям очень в порядке. Он молочага. Да. Кто выиграет, не знаю, но я скажу, что я бы в этом бою был бы за Чибу, Чиба мне гораздо ближе. Ну, он ближе к тебе, наверное, и по возрасту, и по… И по возрасту, и вообще, но он мой товарищ, да. Да. Не близкий, но товарищ. Да. Товарищ по спорту. Ну, он не считает, что… Вот я читал тоже в комментариях, там, Чибе пора завязывать. Ну, ты наверняка так не считаешь. Нет, нет, нет. Да, потому что типа возраст у него… Он же не такой… Ну, сколько… Он на два или три года старше меня, да. Три с три, по-моему, да. В легком весе, конечно, первое, что теряется, это скорость. С возрастом, и в легком весе это прям номер один то, что нужно, да, скорость. Но я тоже, если честно, не считаю, что… Не-не-не, я не скажу о том, что у него там еще десятка впереди. Но пару лет своих он может еще боксировать. Главное, чтобы был запал. Да. Главное, чтобы вовремя отдыхать. Да, у него семья большая, мы с ним кормим, поэтому думаю, что у него запал есть, он присутствует. Есть ради чего? Да. Вот это в первую очередь. Хорошо. Вопрос у тебя от предыдущего гостя. Это был Иван Кожиченков. И он спрашивал, чем бы ты занимался в жизни, если бы не спорт, и чем ты будешь заниматься, когда закончится карьера? Воровал бы, наверное. Нет. Чем бы я занимался? Очень сложно сказать. Очень сложно сказать. Ни чем-то полезным. Тяга есть к чему-то? Полезным. Я был бы полезным для людей, вот так скажу. Как морковка. А когда закончишь карьеру? А когда закончу? Я буду богатый, толстый, счастливый. Дядька. Ты будешь Манвелом? Получается так. Получается так. Хорошо. 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 Твой вопрос к следующему гостю. Кто сильнее? У этого человека, который будет следующий гость, я бы хотел поинтересоваться, что у него сильнее, лень или дисциплина? Да. А это был Артур Горлов и очередной выпуск Манвел Ноус. Подпишитесь на наш канал и ставьте лайки. Все, спасибо всем. Усюм. 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 Манвел. Усюм. 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 Усюм.